Привет, друзья! Приветствую вас на второй части передачи второго выпуска SEO-экспериментариум, где я, Севальний Дмитрий, Сергей Юрков, компания PIXE+. Рассказываем и рассматриваем, оккупируем студию, да, в очередной раз, и рассматриваем какие-то интересные эксперименты из мира поисковой оптимизации. Задавайте вопросы, проявляйте активность в чате, сделаем небольшую третью часть, где постараемся ответить на интересные вопросы, или, возможно, у вас есть идея для экспериментов, отлично. Тоже пишите их. Возможно, какие-то вопросы, ответы на какие-то вопросы и подразумевают проведение уже каких-то экспериментов. Просто так, конечно, можно экспертное мнение выразить, но практика показывает, что она не всегда совпадает с реальностью. Ну, в частности, уже сегодня. Да, практика первой передачи и первой части. Да, практика первой части и первой передачи, да, говорит о том, что на самом деле есть нюансы, и их довольно много. Давайте перейдем к эксперименту номер 13, ЧПУ. Здесь мы передадим, по ходу дела, привет одному из наших друзей и постоянных слушателей Мегаиндекса и Игорю Бакалову. И вопрос, в принципе, следующий. Как вариант, какой вариант ЧПУ? Приоритетней. Транслит, кириллический URL, перевод. И на самом деле вопрос можно расширить. Вопрос довольно актуален для тех, кто разрабатывает сайты. Вообще, используют ли перевод, допустим, поисковая система или транслит и так далее? Тут довольно будет много нюансов. Как на твой взгляд, Сергей? Для Яндекса, я думаю, здесь скорее важный вариант. Опять, я бы с подсветкой выбрал. То есть подсвечиваться может, допустим, и транслит, и кириллический. Но с кириллическим там проблема с внешними ссылками. То есть при простановке, там километровый URL получается. Я бы отдал предпочтение транслиту. Перевод, он, конечно, для человека, он, возможно, иногда бывает более такой понятный. То есть это красивее звучит, чем транслит какие-нибудь там детские сапоги. Просто меня вот в переводе все время смущает такая история, типа, за один ассет пиксель плюс раздел, не знаю, ну, бог его знает, продвижение, да? Ты должен набрать пиксель плюс, поставить слэш, переключить раскладку, обязательно, допустим, продвижение, там, переключить раскладку еще раз и поставить еще раз слэш. Ну, предположим, можно, конечно, там, на нам панели, да, ставить слэш или еще где-то, но это неудобно, очень неудобно. Но с точки зрения ранжирования, интересный вопрос, на самом деле. Ну, в Яндексе, я думаю, перевод, он не будет приоритетнее, чем транслит и кириллический. А в Гугле, в Гугле, думаю, с переводом будет что-то интересное. Ну, да. Перевод это, есть русское слово, у него есть какой-то однозначный перевод. Ну, здесь, на самом деле, можно много экспериментов провести. Я так буду демонстрировать эксперименты Игоря Бакалова и из его блога, тем самым немножко по пиарю его блог, я надеюсь, он не увидится. Вот. И будем его использовать в качестве демонстрации. Конечно, экспериментов, на самом деле, много в этом направлении было, и в том числе у нас. И результат согласуется. Поэтому можно говорить о том, что здесь довольно репрезентативно, не в рамках одного какого-то наблюдения, а нескольких. Ну, вот здесь, значит, использовалось слово пароль, в частности, использовалось простой, понятный транслит, парол там, да, и перевод. Транслит и перевод. Вот, да, что интересно, но если так вот смотреть с точки зрения ранжирования, то лучше всего у Гугла находится транслит, потом идет перевод, который подсвечивается. То есть выделен жирным, но нет транслита вообще. И это подтверждается. То есть, на самом деле, по транслиту в Урле, сейчас в Гугле, что интересно, вот документы не находятся, не проходят там, кворум, там, называем. Мне кажется, это довольно интересно, потому что все считают, что транслит – это, типа, круто очень для Гугла, а на самом деле, получается, что как бы не очень круто. Такой более цивилизованный какой-то подход, то есть не транслит как-то вот английское, точнее, русское слово на английском, транслит – это, конечно, само по себе, как-то, мне кажется, кривовато. То есть перевод – это более такое вот, нечто такое общепринятое. Я вообще предлагаю, уж раз у нас национализация такая идет, ВВВ по-русски писать. Вот, да. ВВВ, ТЧК, ХТП, ТП и так далее. Ну да, то есть, вот видите, интересно уже отклонение от того, что мы привыкли с вами там, не то что наблюдать, а привыкли слышать, то, что у нас там транслит, должен, значит, давать какой-то хороший бонус. А он тут вообще не находится. Ну, я повторюсь, не единичный пример. И второй, значит, пример, ну не второй пример, а вторая поисковая система, которая нас интересует в рамках наших передач обычно, это Яндекс. Здесь тоже интересная ситуация. Я тут, ну, добавил двойную тильду и там абракадабру, чтобы там МПС исключить возможный. Вот, и тут интересно. На первом месте у нас находится, опять же, кириллический вариант. На втором месте транслит уже, который мы привыкли как бы использовать, да, это, наверное, 95% сайтов именно на транслите построено. Ну, 95% сайтов, с которыми работают. Понятно, что большинство сайтов на ННТЧПУ не настроено никак вообще, поэтому будем рассматривать те, у которых какое-то ЧПУ есть, его происходить за... На пасворд они, да. А вот на третьем месте как бы среди трех найденных документов находится перевод, то есть пасворд, но он не подсвечивается, что интересно. То есть вообще никак. Но он находится, то есть, грубо говоря, что хотелось бы заметить, вот ответ на этот вопрос тоже менялся с течением времени. В частности, перевод в Урле начал находиться, не сказать, чтобы очень уж давно. То есть вот ранее переводы не находились и вообще как бы не ассоциировались никак. Примерно, точную дату я сейчас не назову, но года два назад перевод вот не был там актуален. Вот примерно с открытием Google Кома, надо посмотреть, да, с таким активным развитием Google Кома, запуском альфа-бета-версии и объединением русского и английского индекса и апдейтов вот в этом, да, произошло вот такой вот сдвиг. То есть Яндекс, грубо говоря, начал понимать в Урлах перевод. Это довольно интересно. Ну и да, можно, в принципе, сделать вывод, что у нас приоритет вранжирования имеет кривилическое написание. Все-таки, ну, так показывают эксперименты. Конечно, не рассматриваются какие-то более хитрые истории, когда, допустим, вхождение в Урл дает там, не знаю, больше вклад при условии, что что-нибудь еще там в тексте, еще в Тайдле дается и так далее. Но, скорее всего, отличия это не очень большие. То есть они есть. Небольшой плюс имеет кривилический. Наверное, не супербольшой, потому что мы видим, что, в принципе, перевод имеет меньше. Но есть некая проблема, да, работы вот с кривилическими URL-адресами. В частности, простановкой безанкорных, так называемых, ссылок вот в форме Урла. Да, удачи, как бы, чем-то решил вплотную этим заниматься, сквилическим URL-адресами. Ну и в целом, как бы, когда даешь другу ссылочку, да, там, как-то не очень там она обрабатывается обычно, да, даже визуальными редакторами. Вот второе, что, ну, то есть можно такие еще подвыводы сделать. Яндекс и Гугл активно используют перевод с узкого на английский на текущий момент, и чего раньше в Гугл наблюдалось довольно давно, ну, там, как вот, как мы проводили этот эксперимент лет, там, пять назад, так оно было. А в Яндексе это началось позже. Вот, и второе, Гугл не находит документы с транслитом только в URL. Это тоже, мне кажется, интересно. То есть в тексте находят? Нет, а в тексте, да, в тексте, что забавно, если, допустим, в тексте, а в тексте бывает обратно у нас, может, будет следующий эксперимент, да, там, если мы ставим транслит, то транслит в Анкора, допустим, то Гугл начинает, там, переводить этот русский язык. Вот так вот бывает. То есть, грубо говоря, обратная ситуация, если бы мы тут искали парол, то он бы нашел пароль на русском. Ну, это вот немножко следующий эксперимент, потому что в самой классической ситуации этот следующий эксперимент умение применим на практике, потому что, ну, редко все-таки используют какие-то, там, редко кто-то в Яндекс пишет парол, да, там, или в Гугл. Чаще всего запрос именно на кириллицы у нас идет, а варианты именно такие, там, кириллиц, перевод или транслит в URL. Ну, спасибо Игорю еще раз за то, что, в принципе, реализовал всевозможные варианты, можно воспользоваться его сайтом. Не показывать свой. Окей. Эксперимент 14-й уже. Правда ли текст внутри тега noindex не индексируется поисковыми системами? Ну, пример того, как это выглядит в RDS, баре, да, там. Это мы, кстати, от фильтра переспам спасали в свое время на одном из клиентов. В запросе, то есть, на стуле он там был топ-1, потом просел, пришлось вот так вот. Это помогло, кстати, до сих пор он, ну, как бы, так вот висит, клиент уже давно не наш. Вот, но это помогло себе чуть-чуть. Как тебе кажется, не врут? Ну, начнем с того, что в Яндексе новый инектект только работает. То есть, про Google мы тут сразу убираем. В Яндексе, я думаю, здесь, если, вот, мне кажется, часть текста, если так закрыть, то находиться он не будет, то есть, по этой части текста. А если, допустим, ситуация вообще, весь контент, по сути, на сайте отсутствует, на странице, и весь, точнее, на индекс весь закрыт, то, мне кажется, каким-то образом какие-то варианты оттуда могут быть вычерпываться. То есть, такой вариант. Ну, вот, были наблюдения, что, допустим, Яндекс может, возможно, игнорировать открытый, незакрытый новый индекс. Вот такие были примеры. То есть, считать, что это, может, какая-то ошибка или что-то в этом роде. Насчет того, что могут быть фрагменты, если весь текст закрыт, ну, не знаю, надо смотреть, потому что Яндексе же свой, как бы, валидатор, да, текста, там, html. То есть, он там, может быть, где-нибудь закрывается, неожиданно на каком-то теге. Бог его знает. Не знаю, если у вас там тейбл закрывается, то новый индекс, например, тоже закрывается. Можно поэкспериментировать. Ну, чаще всего все-таки у нас контролируемая какая-то ситуация, какой-то абзац, слово закрываем. Если закрываем анонс, да, нужно понять, используется, не используется. В принципе, тут все как и ожидалось. Яндекс не находит, да, вот этот фрагмент текста, а Google, как бы, честно, не знает про этот тег, не понимает, о чем он. Какой все новый индекс? Ну, тоже можно сказать, что не все знают, что Google не использует данный тег, тоже частично приходится сталкиваться с этой ситуацией и так далее. Что еще интересно, то есть, в принципе, да, ответ такой, что индексируются ли ссылки, да, внутри тега новый индекс, если двигаться дальше. То есть, как бы, текст мы проверили, что все, как бы, согласно тому, как поисковая система интерпретирует. Но вот что интересно, что есть, да, как бы, наблюдаются ссылки в панели webmaster, если ссылка закрыта новым индексом, то она, как бы, ассоциируется, как бы, как безанкорная, получается. То есть, сам текст этот не дает ранжирования какого, но данная ссылка, как бы, обрабатывается поисковой системой, в принципе, может передавать вес, и должна передавать вес. Потому что это, ну, новиндекс — это именно текстовый такой получается тег. Но это тоже, кстати, было не всегда. На момент введения тега новиндекс, он был именно новиндекс, новфоллов. Еще не все помнят, но раньше Яндекс не знал, что такое новфоллов. У него был один-единственный тег новиндекс. И он распространялся и на ссылки, как бы новфоллов был и для текста. Но сейчас вот на текущий момент он обрабатывается только текстом. Но это довольно интересно, потому что не все знают, что нельзя, вот, как бы, если вы хотите скрыть какую-то ссылку с точки зрения передачи, там, статического веса на сторонний ресурс, то недостаточно ее будет скрыть новиндекс просто. Можно что-то с ней еще сделать. А что мы уже не раз говорили, да, скрипты там всякие и так далее. Ну, без неожиданностей, но хотелось бы поставить все точки на одну. Так сказать, сегрегировали, восстановили, сструктурировали все в одном месте. Потому что, не, ну, с тем же самым названием картинок, да, там... Ну, да, так сразу не скажешь. Да, надо проверять. Адрес офиса. Есть такая тема. Используется ли в Яндексе информация о географической привязке сайта к заданному региону в ранжировании? То есть, если будет на сайте текстом написан адрес офиса, будет ли использоваться это в ранжирование? Немножко не так. Если на сайте, там, на документе не будет написано ничего про, допустим, географическую его привязку, то, что у него там офис, не знаю, в Нарафаминске, но будет адрес организации. Найдется ли данный документ по слову Нарафаминск, если переформулировать? Да. Интересный такой вопрос, потому что формально, если это так, то получается, что это как бы геопривязка или там название города из геопривязки добавляется в текстовый индекс в каком-то смысле. Ну, то есть, начинает ранжирование по нему, как по зону какой-то документа, возможно, добавляется просто в текст где-то, да? Иногда как-то видел, то есть, там некие запросы, допустим, с названием метро, то если у сайта есть привязка к организации, в адресах организаций стоит с названием метро, то это метро подсвечивается, и он по этому запросу, документу подается. То есть... Еще ранее было замечено, сейчас, кстати, этого не наблюдается, то, что когда вы добавляете адрес организации, там есть определенная специализация деятельности, ну, там, допустим, производство и продажа, да, нет. Эти слова тоже как бы в свое время подтягивались в сниппет, в расширенном, и по ним тоже можно было искать. Вот сейчас как бы такого я не нашел, то, что там, допустим, выезд на дом, слова выезд на дом нет на документе, но, по сути дела, у вас эти слова добавляются в текст в индекс, это довольно интересно, почему? Потому что, ну, на самом деле, получается, Яндекс все за другое обрабатывает, а не только текст, нужно еще обязательно оптимизировать вот эти вот спицы адреса. Ну, так, твое мнение, что да? Да. Ну, действительно так. То есть, в принципе, можно найти там сайт по слову химки, при этом в исходном коде я тут продемонстрировал на слайде слово химки, чего-либо подобного не встречается. И вот у него есть только адрес, да, в Московской области, город химки. Ну, на самом деле, Яндекс пошел дальше, что интересно. Вот. И демонстрируется это вот на следующем слайде. То есть, геопривязка. На самом деле, не обязательно ли адрес офиса? Давайте дальше подумаем. Может быть, достаточно какой-то автоматической геоклассификации документов и сайтов. Ну, про документов нет никакой достоинной информации, но Яндекс может автоматом геоклассифицировать сайт и какие-то крупные разделы внутри него. И это интересно, потому что получается, что Яндекс проводит какую-то автоматическую разметку сайтов, и эти геопривязки в рамках каких-то городов или местности как бы вписывают в их индекс. Это довольно логично. Мы поймем, почему это логично дальше. Но для начала хотел бы показать несколько примеров. Ну, вот в частности, по слову электросталь, ну, находится версия с W и без W, но это дубль технический. Вот сайта L художка. Вот это пустой документ, у него нет сохраненки, это просто пустой белый лист. Сколом ответом света 200. Но он по Яндексу, по геопривязке относится к городу электросталь. Автоматом. Ну, и второй пример, там их много, много зайка, тоже электростальский. Привет им. Вот. Смысл в том, что получается, что Яндекс автоматом прославляет геопривязку. Мы видим, что никакого адреса этой организации не выводится. Это, а, доказывает, что у Яндекса есть автоматический геоклассификатор, и, б, то, что этот геоклассификатор используется не только для расчета каких-то факторов с приставкой гео, но и для расчета, допустим, текстовых индексов. Это вот к вопросу, когда говорят, а как в одном тексте упомянуть все названия городов, по которым продвигаешься по России? Если будет много организаций присвоено, получается, в каждом регионе, допустим, с названием города, он будет подсвечивать название города, и, по сути, уже одно вхождение у нас по факту есть в тексте. Да, вот ты как бы разворачиваешь мысль. То есть, в общем, можно подразумевать, что информация о географической привязке сайта ручной и автоматической используется в Яндексе не только, скорее всего, для расчета именно факторов, которые связаны, когда Яндекс анализирует по геозависимым запросам, да, пересечения, допустим. Ну, ряд факторов высчитываются при условии, что там у нас совпадает регион сайта и регион пользователя, да, и насколько они там пересекаются друг с другом, как говорят. Ну, и включается в текстовый индекс, то есть, это дополнительно. Ну, и это как бы логично, вот то, что ты говоришь, Сереж, действительно, у нас летом там произошло какое-то изменение, да, глобальное, может, поподробнее, что вообще вот с геозависимыми запросами. Ну, летом произошли такие изменения, что, в частности, думаю, все заметили, что по геозависимым запросам начали подсвечиваться названия городов в выдаче. То есть, если мы забираем геозависимый запрос офисная мебель из Москвы, то, соответственно, слово Москва подсвечивается в выдаче. И, соответственно, таким образом, вот как раз-таки касательно, допустим, текстовой релевантности, то есть, те документы, в которых Москва была уже изначально, они могли, допустим, подняться чуть выше, нежели тем те, у которых оно отсутствовало в таком явном виде. Ну, как мы видели, такой супер прям переколбаски не произошло. Вот, возможно, это как раз-таки логично следует из того, что Яндекс начал геопривязку добавлять в текстовые индексы и получается, что эти сайты, у которых есть реальная геопривязка, автоматом начали вроде как проходить по этим новым механизмам переколдовки. Мне кажется, что это как раз-таки очень логичный ход. Согласен? Ну да, кстати. Нет, понятно. Ну вот именно сочетание включения геопривязки в текстовый индекс и изменения механизма переколдовки Яндекса по геозависимым запросам привело, что с одной стороны ранжирование не перевернулось там с ног на голову, потому что сайты, которые привязаны, у них автоматом выполнены все эти требования. А во-вторых, сайты, которые не привязаны, ну да, получается, как бы, извините, вы там незаслуженно были. Ну и еще раз подчеркнул бы, да, что есть некая автоматом геопривязка. Да, часто же можно видеть, что, допустим, на сайте вообще никакой информации нет о конкретном регионе, но тем не менее он автоматически, думаю, вебмастеры видели, там прямо написано, там несколько регионов присылаются автомате. То есть вот такой вопрос. Ну вот было бы интересно посмотреть, есть ли у этих сайтов что-то вебмастеры, честно говоря, у меня нет к ним доступа, но видно, что у них, ну, контент просто пустой, сохраненки либо нет, либо она там тоже какая-то пустая, но они находятся по геопривязке своей. А, да, я испугался, что, по-моему, я забыл сделать 16-й эксперимент, но нет, все нормально, все под контролем. Ну и вопрос следующий, как бы немножко его уже отвечали и хотелось бы тоже немножечко поставить все точки на «и», что называется. Сели синонимы и термы, ну термы, как бы какие-то слова, да, которые ассоциируются Яндексом к запросу, является его расширением, подсвечиваются и выдачей Яндекса. То есть, грубо говоря, документ прошел к воруму, и значит ли все, что вся подсветка, которую мы видим, это полная база синонимов или есть еще что-то? Потому что это актуальный вопрос, мы, как бы, в принципе, ответ на него, наверное, знаем, хотелось бы здесь просто подытожить. Ты как считаешь, все ли подсвечивается, что ты знает Яндекс? Я думаю, конечно, не все, так просто карты не раскроет. Ну вот я тут слово использовал «снипетеровщик», но потом я, когда его ввел в Яндекс, понял, что в интернете нет ни одного документа, который содержал бы слово «снипетеровщик» и как-то переформулировал на более приятное. Но мне кажется, надо вводить этот термин, да, вот это «снипетеровщик» или там подсветчик, который на выдаче после того, как снипеты формировались. Снипеты, как мы знаем, формируются после ранжирования, то есть у нас сначала происходит процедура ранжирования, потом формируются снипеты, это такой более ресурсовременно затратный процесс, поэтому сниппеты формируются после того, как мы знаем, какие документы нам нужно формировать, а не для всех подряд. И дальше, соответственно, идет какая-то подсветка выдачи, там могут добавляться, как мы знаем, слова из спектра, слова из синонима, геопривязка сейчас, по геозависимым запросам еще что-то. Ну, я вот, да, в принципе, ответил, но привожу примеры из URL. Вот, тут по слову «шубы» можно найти такие вот вариации, то есть, которые Яндекс как бы понимает, там типа вот «w.uba». То есть, получается, он как бы понимает, что это шуба. Ну, и это не в ссылках, да, то есть, как бы, ну, окей, да, понятно. Ну, вот это «w» на английское. Это кто геймер, как бы, со стажем, знает, что так иногда геймеры писали, как бы, английскими буквами, как бы имитируя русские буквы. И вот эта «w», она как бы заменяла «ш». Вот. А «t» там большая, да, латинская заменяла русскую «t», ну, то есть, как бы логично. Вот. «y» писалось как «b» маленькая и «l», ну, то есть «y» получалось. Вот. Яндекс что-то типа такого вот вытворяет. Да, что-то типа такого вытворяет, вот довольно прикольно. То есть, «shuba», там, «info», «wuba-info» — это «shuba». Ну, ладно, окей, да, там. Вот. Тут еще следующий вариант. «shuba» как бы через «w». Ну, и последняя вообще классная, мне кажется. «shuba» там, ну, как скажешь. Пусть так, да. То есть, видно, что это все не подсвечивается, но это все проходит корум, находится, это урловое соответствие. Ну, это где-то там далеко. Вот. Вот. И не так просто эти документы найти, но они есть. Ну, думаю, советы давать в такие, включение таких слов в текст, наверное, мы сдавать не будем. Ну, мне кажется, это именно урловое соответствие. То есть, не факт, что эти слова, попавшие в текст, дадут прохождение. Ну, кстати, можно проверить. Я вот думаю, что нет. Но это, в принципе, не сложно проверить. Мне кажется, что именно урловые такие фичи. Вот. Но можно расширить ответ. То есть, получается, нет, не все, не все, что подсвечивается. И можно показать, что подсветка не является полной и не совпадает с базой синонимов, да, которые используют поисковые системы. Ну, это в случае Яндекса и Гугла актуально. И это верно как для соответствия только, ну, для урлового, так и для синонимов в текстовой части документа. Про текстовую часть документа я уже который раз обещаю показать. Ну, покажу как-нибудь, да, там, способ определения синонимов без подсветки. Во многом, мне кажется, интересно было бы, ну, просто понять, что у Яндекса есть какая-то своя база синонимов, и она, ну, там, довольно широкая. Думаешь, не стоит текст этот включать? Ну, на страх и риск на свой, так сказать. Мне кажется, можно продолжить эксперимент с урлами и добавить туда еще не только перевод транслит, а еще вот такие экзотические транслиты. И посмотреть, как они друг другом рубиться будут вообще. Может, они неожиданно победят. Может, вуба и лучше ты будет, да. Вуба или там, да, шубу. Вот. Это довольно интересно, мне кажется, и помогает понять, что для повышения полноты, да, ответа и повышения метрики полноты поисковая система готова на многое. Буки на все. Окей. Давайте тогда на этом подведем мне как такой итог. Надеюсь, что были какие-то интересные эксперименты, которые вы сможете использовать на практике. Задавайте свои вопросы. Буквально после небольшого перерывчика, 2-3 минутки, мы ответим на самые интересные вопросы ваши в чате, так что задавайте их, оставайтесь.